МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Самая обсуждаемая сегодня тема. Глава государства заявил, что не допустит принятие проекта Влада Плохотнюка и озвучил сегодня в рамках брифинга свою инициативу, касаемо изменения избирательной системы в нашей стране. В частности, как отметил Игорь Дадон, всем прекрасно известно, что правящая в Молдаве власть намерена перейти от партийной системы к одномодатному голосованию и избирать всех депутатов по округам. По его словам, объяснение этому намерению очевидно. Те, кто был у власти последние 7-8 лет, пытаются таким образом дать себе еще один шанс. Об этом и поговорим с сегодняшними гостями нашей программы. Представляю политолог Борис Шаповалов. Здравствуйте! Председатель общественной организации «Моя Молдова» Федор Герич. Здравствуйте! И руководитель патриотического движения «Воевод» Николай Паскару. Здравствуйте! Вы, наверное, все смотрели, или, во всяком случае, знакомились с тем, что предложил президент страны. Президент, в частности, заявил, что предложение демократов он назвал преступлением противодемократического строя в Республике Молдова. И ликвидация партийной системы, на его взгляд, это шаг в прошлое Республики Молдова. И вместе с тем, понимая, то есть президент понимает, что большинство граждан Молдовы сегодня желают изменений в избирательной системе, поэтому и он выступает с своим собственным предложением относительно ее изменения. В процессе, ну вот в прессе предложение Додона называют по-разному. Он называет это альтернативой, называют ультиматумом Плохотнякова. Вот ваше видение того, что сегодня произошло на политическом горизонте нашей страны. Давайте с вас, Борис. Мне нравится больше слова компромисс, потому что действительно в предложении президента действительно звучит компромисс, компромисс сохранения гражданского мира. Прежде всего, компромисс, который выравнивает как бы позиции двух частей нашего общества, ну как бы мы не относились к изменению избирательной системы, за что бы мы не выступали. Но я, допустим, сам по своим взглядам, я всегда был сторонником системы пропорциональной выборов по партийным спискам. И где-то в душе я на этой позиции и остаюсь. Я всегда критиковал одномандатную систему. Я считаю, что она для нашей страны категорически не подходит. С большим подозрением всегда относился к смешанной системе. Но сегодня, исходя из той реальной политической ситуации, которая сложилась у нас в государстве. Той ситуации, которая есть у нас в обществе, наверное, предложение Игоря Николаевича Дадона в данной ситуации самое разумное, самое миролюбивое, которое позволяет вести диалог, которое позволяет решать вопросы за столом переговоров, а не на площадях с вилами и винтовками в руках. Потому что, наверное, нет для этого повода. Мы не меняем государство, государственную систему, границы или еще какие-то моменты. Мы просто решаем вопрос, да, очень важный для жизни нашего общества. Какой вот этот баланс, механизм выстроить у нас в стране для того, чтобы граждане имели право сформировать те органы государственной власти, которым бы они эту власть передали. Здесь есть очень много «за» и «за» так называемую мажоритарную систему или, как ее называют, выборы по одномандатным округам, когда вся страна делится на равное количество избирательных округов, с равным количеством избирателей. И там выборы проходят за конкретную личность. Люди голосуют. Но в каких-то странах эта система прижилась. Вот, допустим, она популярна, насколько я знаю, в Соединенных Штатах Америки, Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии. Нет, в России смешанная система. Нет, я просто смешанная. Да, смешанная. Теперь вторая система. Это пропорциональная система. Система – это когда вся страна – один избирательный округ, и граждане избирают по партийным спискам своих кандидатов в депутаты. Вот лично мне она более понятна. Есть программа, есть конкретные лидеры, знаешь, за кого голосуешь и так далее. И эта система тоже очень популярна. Она, допустим, в той же Европе, это Федеративная Республика Германии, это Италия, ряд западных стран, вся Латинская Америка проводит выборы по этой системе. И есть вот что-то промежуточное. В данной ситуации, из ближайших нам соседей, это Российская Федерация, где президент избирается всем народом, а парламент, Государственная Дума избирается 50% по партийным спискам, а 50% по одномандатным округам. Ну, вот это компромиссная вот такая серия. Да, золотая серия. Федор, вопрос вам. Вот президент сумел своим предложением нащупать баланс сил или баланс чаяния избирателей сегодняшних Республики Молдова? Ну, я льстить не буду президенту, но хочу сказать, что он очень четко уловил те противоречия, которые сегодня у нас существуют в обществе. Вы посмотрите, у нас же страна уже более 20 лет разделена и по политическим взглядам, по геополитическим. У нас постоянно споры идут о политической проституции в парламенте. Мы выбираем предвыборную кампанию за определенные партии, а потом спустя год-два посмотреть, что в парламенте за винегрет творится. И, конечно, мы все избиратели обмануты, мы себя чувствуем, что нас просто предали, а это стало уже нормой. И если говорить о выборах по партии на списках, то посмотрите, какие там списки. Давайте изначально посмотрим 30 ноября в 2014 году, какой состав был избран народом, и давайте сейчас посмотрим, что происходит. С каких соображений, с какого полета демократическая партия набрала, сегодня имеет 30, если не больше. 40 мандатов. 40 мандатов. Послушайте, это что происходит? Это, мягко говоря, эволюция депутатов с низкой социальной ответственностью. Понимаете, я сейчас рассуждаю, как обычный гражданин нашей страны. Я готовлюсь идти на выборы, я активен. Предвыборная кампания, я напрягаю мозги и думаю, за кого проголосовать. И каждый нормальный человек в этой стране, когда идет на выборы, он, естественно, идет с надеждой, что тот контингент политик, который будет избран народом, предвыборной кампании, он сохранится в том же составе до конца всего этого пребывания в парламенте. Но какое ощущение? Я с обостренным чувством чести ощущаю себя, когда я вижу вот эту вот, не буду выражаться, категорию депутатов, которые, ну нет, они меняют какие-то идеологические взгляды. О каких идеологических взглядах вообще они говорят? Но продаются абсолютно полностью. Ну ладно, ты продавайся там где-то на базаре, но ты же предаешь, в первую очередь, меня. И таких сотни тысяч, как я. Вот скажите, изменения избирательной системы поставят точку вот в проституции депутатов, как вы говорите? Вы знаете, я скажу, как я думаю, она, к сожалению, эта проституция настолько укоренилась у нас и размножилась, что она будет и присутствовать и по смешанной системе, она будет присутствовать и по одномандатным округам. Потому что я знаю случаи, и мне рассказывали, сегодня в районе, в населенном пункте есть какой-то определенный лидер. И вот он сидит за столом и думает, так, буду агитировать за того, кто больше заплатит. Ему плевать абсолютно. На этом построено его лидерство. Да, я сегодня пахан в этом селе, я примар, а теперь я буду продаваться. Одни его шантажируют и говорят, не сделаешь так, мы тебе начнем 10 уголовных дел, что ты изнасиловал курицу и посадим. А другие предлагают бабло. И вот он сидит и выбирает, какой вариант для него безопаснее. И он после этого, когда определяет или ему определили, продать всех курицей, никто ничего обвинять не будет. Да, вы понимаете, во что превратили нашу страну. И я, когда эта идея появилась, была озвучена Демпартией, я честно скажу, я за одномандатную систему выборов. Я хочу видеть человека. Мне надоело, говорим Воронин, подразумеваем партию. Говорим партию, подразумеваем Воронин. И зачастую сегодня среди депутатов, среди этих примарей, под крышей Воронина приходят к власти мошенники, бандюганы, криминалы. И не потому, что там Петров, Сидоров победил в этом населенном пункте. Нет, победил Воронин. Или победил Додон. Я хочу видеть живого депутата со своего округа. И чтобы я потом в процессе пребывания его в парламенте мог бы, в прямом смысле слова, набить морду, проходя мимо, и спросить, а ну стой, я за тебя голосовал. То есть вы за одномандатную систему. Но, учитывая то... Все-таки есть но. Есть но. Это, как и президент, если помните, когда появилась идея, он эмоционально сказал, я категорически против. Но при этом ничего не предложил. Вот так же и самое я. Я эмоционально за. Но потом, когда начинаешь утром приходить в сознание, эмоции проходят, начинаешь все это переваривать. А как это приживется в нашей системе? И то плохо, потому что все продаются. И то плохо тоже, потому что тоже будут продаваться. Но у нас еще надо учитывать то, что в обществе разношерстное население, все у нас настолько политизированы, настолько все разделены и по этническому, и по языкому, и так далее. Задача президента, каким образом всех посадить за один стол. Вот главная задача сегодня президента. И то, что он сегодня предложил. Знаете, образно говоря, вот вам кусочек, и вот вам кусочек. Все поделил. Придем на выборы. Если ты не хочешь голосовать за партии, голосуй, вот у тебя право выбрать представителя там по Песку, Делосатул, Будешты. А вот таких, как Боря, не хочу голосовать, хочу за партии. Вот у тебя тоже есть выбор. Поэтому, исходя из этой ситуации, у каждого будет выбор. И тогда мы сохраним. И, кстати, во всем мире это воспринимается смешанная система, как переходный период. Вот я считаю, что у нас сейчас переходный период. Вот как форма для перехода более, может быть, цивилизованной системы, мы будем видеть. Но как переходная система выборов, вот эта смешанная сегодня, это есть такое выражение, золотая серединка. И поэтому президент принял очень мудрое решение. Вот кто-то из великих сказал, что дело мудрых политиков в том, чтобы оставлять выбор своему народу. И, Николай, вот вы увидели какую-либо возможность выбора в том предложении, которое озвучил сегодня глава государства? Ну, наше мнение, что для Молдовы нет идеальной системы, как и вообще для демократического мира, для демократии во всем мире. Потому что политика и народы это такие разделяющие структуры и силы, что здесь найти какого-то серьезного компромисса, всегда будут недовольны и всегда будут люди, которые будут стремиться к власти. То, что делает наш президент, мы должны понять с точки зрения, что он пытается найти компромисс, но в какой ситуации он находится. Потому что слева от него и справа, и даже в центре, он все-таки в оппозиции. Я не думаю, что есть от демократической партии лидеры, которые симпатизируют президенту Додону. Конечно, идет политическая борьба, конечно, у всех есть амбиции, и все хотят чем больше удержаться у власти. Я видел сегодня фидбэк, который был по социальным сетям, по различным каналам, потому что все критикуют президента, то, что он выходит с этой инициативой. Но есть и плюсы в этой инициативе, то, что смогут голосовать граждане нашей страны, которые живут в Приднестровье. Им легче будет по этой системе смешанной выдвигать своих кандидатов. Это огромнейший плюс, имея в виду, что президент Додон выходит с такими инициативами по объединению оба берега Молдовы и по формированию дружеских отношений, экономических отношений с Россией. И это мы видим как бы позитивную ситуацию. Второй позитивный момент, то, что не исключается роль партийных или роль партии на выборах, потому что вся идея, которая носится в общество, может идти от партий. Партия все-таки концентрат идей. Партия — это структура большая, где есть люди, где есть целый организм. И эта смешанная система еще может дать альтернативу народу. То есть народ может принять эту идею. То, что предлагает демократическая партия, это на будущее может привести к узурпации во власти. Потому что мы видели, даже если могли сломать самых больших титанов коммунистической партии, как Воронина, и забирать этих депутатов с парламента, смогли разрушить все самые такие титановые партии, которые есть у нас в Молдове, того же Михаила Гемпу и Влада Филата. То есть здесь может быть эта смешанная система, как бы переформатация власти. Все-таки из округов Молдовы, из районов могут прийти люди с характером, с амбицией, которые могут противостоять всему то, что творится в Молдове. Имея в своей мотивации случаи, который не был у нас в Молдове, кража миллиардов. Все-таки у нас в Молдове люди очень обеспокоены, и они не готовы прощать политикам вот именно такую большую оплошность, то, что они натворили. Потому что эти деньги хватало и на те же пенсии, и на зарплаты, и на многое, из чего состоит экономика Молдовы. И президент идет как миротворец. Посмотрим дальше, как будет именно развиваться все эти события. Борис, в январе нынешнего года в одной из наших программ вы говорили о том, что предложение изменения избирательной системы, предложение демократов, это не что иное, как подготовка к фальсификации грядущих выборов. Сегодня ваши взгляды претерпели какое-то изменение, может быть, какую-то корректировку? Я очень хорошо помню эту передачу. Я не случайно, когда я начал сегодня говорить, я подчеркнул одну мысль. Мы живем в постоянно меняющемся мире. И ситуация политическая, социально-экономическая меняются. Поэтому меняются, наверное, и подходы, и взгляды. Если это было вчера плохо или хорошо, то это не значит, что сегодня мы должны жестко передерживаться этой системой. Точно как в жизни, точно как в наших обычных отношениях. Я вот хочу подчеркнуть, я не случайно сказал, что действительно я сторонник пропорциональной системы, когда мы выбираем представителей партии. Там все более ясно и прозрачно. Вот партия, вот лидеры, вот программа и так далее. Вот одномандатная система в условиях нашего общества, она на сегодня, мы коррумпированное общество. Мы захваченное государство, это признали все наши политики, это признали все европейские руководители. Все об этом говорят и пишут. Но как можно тогда в захваченном олигархами государстве устраивать выборы по одномандатной системе? Вот Федор Васильевич, видите, он четко рассказал, он выступал за другую систему. Но и он изменил свои взгляды, и я меняю свои взгляды. И мы приходим к компромиссному решению, то, которое предложил президент. Потому что посмотрите, мой пример, последние выборы в Гагаузии, в национальное собрание, официально от демократической партии был выдвинут один кандидат в депутаты. Сегодня они имеют фракцию, 20 депутатов, которые стали членами демократической партии, фактически, и они проводят политику этой партии в народном собрании. Люди тоже меняют взгляды, заразились демократическими вирусами. Но они-то шли на выборы как независимые кандидаты. То есть, вы понимаете, нельзя сказать, что только вот эта система или только вот эта система является стопроцентной гарантией от того, что кого-то будут прессовать, кто-то сам продастся. Система этого не гарантирует. Система избирательная гарантирует возможность выбора гражданам, свободного выбора тех или иных людей, тех или иных идей. А вот что эти люди сделают, это уже другой вопрос. И я абсолютно уверен, что партийная система сохранения влияния партии на жизнь в обществе, а смешанная система или партийная система это позволяет сделать, она сыграет свою роль здесь в чем? Ну, каким образом? Мы знаем, что 50%, как предложил президент, будет избираться по партийным спискам. Ясно, что в округах будут выдвигаться конкретные кандидаты от конкретных партий или независимые. В любом случае, они, придя в парламент, будут знать, вокруг кого они будут кучковаться, образовывать фракции по своим взглядам, по тем позициям, которые они высказывали, как это создано во всем мире. Да, нормальный политический процесс. Мы должны реально понимать, что сегодня невозможно одно партийное правление. Все равно нужно с кем-то договариваться. Посмотрите, все европейские парламенты, все европейские страны, этот процесс идет. Да, это всегда болезненный процесс, но другого пути нет. Другой путь это только оружие и баррикады. А это никак не допустимо в демократическом обществе, тем более в нашей нищей, бедной стране. Да и кому это надо? Да, я думаю, на баррикады сейчас идти, это самое неуместное и неприемлемое для будущей жизни. Вот такие инвестиции я сегодня читал в Фейсбуке и в некоторых высказанных. Это вот как раз люди с низкой социальной ответственности, которые на диване революцию делают и не понимают, о чем они говорят. Или ты серьезный политик, или ты занимаешься какими-то серьезными вопросами, серьезно относишься к жизни, или ты просто выдвигаешь нереальные идеи. Я могу сказать, мы можем затронуть эту тему. Вы знаете, я сел сегодня вот так, было полчаса свободного времени между разными разговорами, поставил себе плюсы и минусы, потом написал список партий. Вы знаете, абсолютное большинство партий выигрывает от смешанной системы. И наша партия выигрывает от этого, и ПСРМ выигрывает, и демократы свое положительное получают в итоге. Им бы хотелось бы все иметь. Ну, это несправедливо, это, наверное, неправильно. То есть, надо как-то уступать друг другу. Да, вот президент сделал вот такой шаг. Это выгодно и коммунистам, это выгодно, я скажу, кому не выгодно. Это не выгодно. У нас сегодня 45 партий политических, официально зарегистрировано. Десяток из них реально что-то делает, они как-то работают, существуют, действуют. А вот все остальное, это там по 50-100 членов в этих партиях, вот они ходят, и вот они с дивана в фейсбуке пишут, в одноклассники пишут, вот какие они революционеры, как бы они поступили на месте президента, как бы они поступили на том другом месте. Ребят, давайте каждый на своем рабочем месте будем заниматься своими функциями и своими делами. На то, наверное, и диванная партия, что и рабочее место диван. Вот, кстати, секунду, об упомянутом фидбэке Николая. Вот ваша оценка того, как отреагировали парламентские и внепарламентские партии на предложение Игоря Дадона. Я, ну, например, все знают о том, что одно из первых опубликовало свое видение демократы, демпартия, говорили о том, что они настаивают на реализации их проекта, чтобы одномодатная система была реализована и в том виде, в каком предлагаются сегодня демократами. Вы наблюдали за тем, что происходило и в социальных сетях, и в других средствах массовой информации. Вот общая тональность. Вы знаете, меня сегодня, честно говоря, вышиб из седла господин Усатый. Если я его раньше защищал, и когда его партию исключили из выборов, я первый ринулся в бой, публично, там жена меня тормозила, опять посадят тебя, но я высказал свою точку зрения, что это несправедливо, он имеет право участвовать в выборах. Но то, что сегодня он высказался, и вы знаете, если я раньше думал, что молодой политик, еще все впереди, то я сегодня понял, что господин Усатый является представителем блатного мира. То есть опыт есть? Вы знаете, я не терплю, когда мы выбираем главу государства, неважно, кто там будет, Додон, Пупкин или Васюткин, но когда кто-то, еще тем более лидер партии, позволяет публично на весь мир оскорблять главу государства, то я считаю, что такие люди должны быть по меньшей мере привлечены к уголовной ответственности. Во-первых, он оскорблял не Додона. Во-вторых, он оскорблял то большинство граждан Республики Молдова, а это и пенсионеры, это социальные работники, это представители разных социальных прослоев нашего общества. И когда на этом блатном жаргоне позволяет тыкать, ты, Игорь, вы знаете, у меня такое было представление, что он обкурился, и публично в прямой трансляции показывали сходку блатных, где Усатый был докладчиком. Я категорически перестал сегодня относиться с уважением к этому политику, и больше его не считаю политикой. Это первое. Второе. Я вообще не понимаю наше общество и рекомендую тем, кто сегодня любит в социальных сетях оскорбить главу государства, для чего мы избирали президента. Для бития, как мячик из него делать. Мы избираем президента, и на второй день мы начинаем всех собак спускать на главу государства. А как выглядят те, кто это делает? По этим критериям уже можно сказать, что этот человек не заслуживает быть ни гражданином, ни патриотом этой страны. А представьте себе, как мы смотримся в мировом пространстве, когда мы хаем президента, который избрал не парламент, а избрал его народ. Я себе могу представить, что бы делали с Майей Санду, если бы ее избрали президентом. Я уже себе могу представить, к какому социальному классу она бы относилась. Вот эта манера хамства, бескультурья, которая присутствует среди наших избирателей, меня это больше всего возмущает. Что касается тех партий, которые сегодня поддержали, не поддержали. И вот Боря совершенно правильно сказал. Они или недопонимают, или они получили какую-то определенную задачу, либо, я не знаю, может быть, курят наши политики какую-то марихуану. Ведь эту систему, которую нам предложил президент, он ее предложил в равной степени для всех, как я сказал, по кусочку, чтобы все имели возможность попасть в парламент. Реализовать свои политические планы и доказать их. Вы обратите внимание, ведь если Додон является личностью, или господин Воронин является личностью, и всегда в парламент проходили благодаря этим личностям, то теперь, господин Воронин, если вы хотите попасть в парламент, покажите кадров ваших политических, в однобандатном строю, где бы они показали свою физиономию, и народ один на один решали свои свои вопросы. И чтобы он проголосовал не за партию коммуниста, то бишь Воронина, а за коммуниста Семипупкина в жизни. При таком раскладе они не попадут в парламент. И всем руководителям партии сейчас нужно задуматься, а ну-ка оглянись в список, кто у тебя там в компании, те, кто тебе лижет некоторые места, а теперь выстави в народ их лицом к лицу, и мы посмотрим, за кого народ будет голосовать. Вот в чем сегодня нервозность, я считаю, партии, когда усатый сегодня он верховодит в партии, кто бабло дает, то и поют. И как вы себе представляете, есть сегодня усатого кандидатуры, которых он может выставить народу и сказать, не хотите за меня голосовать, а вот какие люди меня в партии, да некого выставлять-то, понимаете, и поэтому я считаю, исходя из того, что я проанализировал, они испугались того, что сегодня уже выставлять свой фейс, и вот голосуйте за меня, то есть у меня в партии такие же, как я, номер не проходит, народ уже далеко не дурак, люди устали от этих списков, когда голосуешь за Филата, а у него там целая банда, вот почему они так все нервничают, вот они все так вдруг объединились, обратите внимание, бульдог с носорогом сегодня и моськой объединились в один половой акт, это же паника на корабле, понимаете? Федор, спасибо вам за корректную лексику, за эту сдержанность мы оценим, Николай, вопрос вам, вы тоже наверняка следили за тем, за этой реакцией на предложение главы государства, вот на ваш взгляд, чего больше преобладает в оценке предложения реализации смешанной системы, избирательной системы? Наверное, может быть и то, что, как я, чтобы не повторяться, это сближение с Приднестровьей, есть очень много лидеров по всей Молдове, которые еще не включены в политическую жизнь, мы видим очень много людей, которые критикуют и которые анализируют ситуацию в стране, в стране не только Владимир Георгиевич Плохотнюк занимается политикой, но мы видим очень постоянные такие комментарии от господина Стурзы, экс-премьер-министра, который на будущее может тоже сдать свою кандидатуру на депутата молдавского парламента и посмотрим, как люди будут за него выбирать, кроме него есть еще многие люди с политическими амбициями, которые для них это и будет проходной экзамен. То, что народ устал, это мы все это видим, потому что мало условий для народа, многие люди выбирают пути эвакуации из страны, уезжают, мы видим последние данные, которые были со статистики, и очень хорошо, что есть какие-то инициативы по изменению ситуации. То, что делают президент Дудон, его инициативы на посту президента, что все-таки смог договориться с Россией, какие-то преференции для миграции, экономические какие-то проекты, и не смог поссориться с Западом, это очень важно, то есть он держит этот баланс на внутреннем поле играет хорошо, но мы не должны забыть в каких ситуациях и в каких условиях здесь ведется эта игра. Пока что мы не видим политических лидеров, кроме президента, потому что в парламенте или в правительстве за последнее время, взять даже полгода, мы не видим никаких инициатив про повышение пенсионного фонда пенсии про зарплатную забыли или какие-то проекты страны для Молдовы, их нету, и к сожалению политический класс, они не должны вот мусолить эту тему выборы и так далее, должны перейти на что-то реальное, на что-то конкретное, поднимать экономику, сделать жизнь выносимой для пенсионеров, для ветеранов, для обычных людей, для молодых людей, те, которые хотят в перспективе жить в этой стране, у нас еще не дно, то есть, может и есть место для худшего, потому что мы находимся в Балканском регионе, где в любой момент могут зажечь Приднестровью, у нас сейчас мирная ситуация, не то, что на Украине, мы в этих условиях можем работать, но все эти политики должны забыть про то, что является разглядяйство про эти разделяющие, но разглядяйство тоже, про все эти воровства и должны включиться в проект страны, в настоящий, в какой-то большой национальный проект, в реинтеграции этой страны. Молдова способна все-таки прийти на тот уровень, где может дать гражданину, любому гражданину, пускай будет в возрасте, пускай будет молодым студентом, ребенком условий для проживания в стране, чтобы мы не жили в концлагере, где происходит геноцид над пенсионерами, или геноцид над молодежью, что они уходят тысячами, уже сотни тысяч уходят из этой страны, а дать реальные какие-то условия. И это возможно только консолидируя все эти силы и правительство, и политические партии, в том числе и парламент, и президент в одну общую цель для развития Республики Молдова. Только это нас может быть и спасет. Если вернуться к предложению Игоря Николаевича, наверняка вчитывались в эти семь озвученных им предложений, где говорилось и о том, что вы говорили 51 депутат будет избран по партийным спискам, 50 это одномодатники, о том, говорилось и об открытии избирательных участков за границей и о возможности голосования тех, кто живет на левом берегу Днестра, говорилось и о том, что даже если диаспора, живущая за рубежом, желает два дня в течение двух дней реализовывать свою волю избирателя, пожалуйста, увеличить количество мандатов тоже как раз поиск баланса на сегодняшний день вот это предложение как раз и выглядит даже студентам право голосовать по тому географическому месту, где он находится, не нужно ехать по месту прописки, чтобы не во всяком случае не получится уехать себе на родину, здесь он сможет в столице проголосовать. Говорилось и о регистрации кандидатов на должности и главное еще повторил Игорь Николаевич свое предложение о сокращении количества депутатов с 101 до 71 но вот в целом если попытаться построить прогноз о прохождении этой инициативы инициативы главы Демпартии то ваши прогнозы строят всегда дело неблагодарное тем не менее давайте попытаемся пофантазировать ну тут фантазировать в каком плане ну понимаете действительно прогнозы дела неблагодарные потом скажут ты когда-то там сказал а оно получилось таким вот образом накаркал опять таки в конкретной ситуации конкретный момент здесь что ну позиция демократической партии и правящего альянса понятно эти партии если выборы проходят по партийным спискам по всем вопросам сегодня не проходят вот поэтому они стремятся протолкнуть эту идею с одномандатной системой и они начали сбор подписей они привлекли уже заявлено что собрали какое-то огромное количество конечно массу авторитетных людей они работают в этом плане да то есть настраивается определенная часть общества вот на то что действительно типа я хочу своего кандидата и он там что-то будет решать хотя он ничего там не сможет не решить потому что их 101 в парламенте каждый будет свое решать вот если они не будут объединены и здесь возникает очень много таких вот моментов вопросов которые говорят что надо опять-таки выбрать вот этот разумный компромисс потому что другого пути у нас нет другая общество другая часть общества выступает опять-таки за партийные списки одна за одномандатную систему и в данной ситуации кто победит должна победить дружба как в нормальном обществе когда мы в семье по каким-то вопросам поругались поспорили муж, жена, дети папа, мама сели за один стол мы же не бьем друг другу физиономию мы не делаем какую-то революцию мы спокойно пытаемся услышать друг друга мы пытаемся понять мы одна семья точно так и у нас в обществе мы граждане этого государства мы граждане этой страны мы не враги друг другу поэтому я думаю что политические лидеры руководители нашей страны должны доказывать друг другу должны садиться за стол переговоров и искать вот этот компромисс я думаю что этот компромисс устроит абсолютное большинство граждан потому что на, пожалуйста еди на избирательный участок тебе дадут два бюллетеня поэтому ты выбираешь партию по второму ты выбираешь конкретную личность которая тебе нравится у тебя есть абсолютное право выбора это я считаю что самая демократическая система которая может быть реально вот она получается смешанная еще раз подчеркиваю один момент пока сегодня мы не созрели к одномандатной системе потому что пример Гагаузии нам ярко показывает чему это может перевести партийные списки какая-то усталость есть у избирателей здесь я Федора Васильевича поддерживаю я его понимаю точку зрения да действительно потому что составили список потом раз в одну ночь 14 человек передумали да эволюция да эволюция произошла да вот такая вот резкая то есть поэтому и это и избирать депутатов по одномандатным округам избирать депутатов по партийным спискам давайте попробуем давайте поживем в этой системе вот я так понимаю и президент это предлагает сегодняшняя реакция демократической партии но ее понять можно эту реакцию они прекрасно понимают что их не устраивает сегодня не смешанная система не голосование по партийным спискам им хотелось бы только вот так но есть громадная другая часть общества с мнением которого тоже нужно считаться и я уверен что если этот вопрос не решится в компромиссном плане вот тогда наверное взрыв негодования в обществе когда попытаются это принять в одностороннем порядке демократы и их союзники в парламенте он вызовет массовое недовольство которое может перерасти во что-то другое сегодня надо реально смотреть на этот вопрос ведь люди эмоционально реагируют по этому вопросу нравится не нравится хороший или плохой а надо исходить из того что у демпартии сегодня и у правящего парламентского большинства есть необходимое количество голосов для того чтобы проголосовать за одномандатную систему они это могут сделать завтра послезавтра и в соответствии с законом это будет правильно это опять же если прийти к теме депутатов с низкой социальной ответственности эти голоса появились только благодаря именно такой ответственности согласен и вы можете обращаться куда хотите в Европу в Россию кому-то там жаловаться и вот говорить нас тут не понимают да но возникает вопрос слушайте люди добрые а кто-то другой вариант предложил а был другой проект кроме проекта демпартии по одномандатным округам нет сегодня есть студент вносит другой проект вот эта возможность вот ваша бумага вот наша бумага давайте находить общий язык давайте согласовывать и потом мы выходим к народу и говорим да вот мы согласились на это и когда народ видит что там здравый смысл есть у руководителей государства тогда народ понимает вы знаете я вспомнил мы оба бывшие военные в армии самое страшное не проявляя инициативу наказуем да заставить выполнять потому что ее тот кто решил какую-то инициативу проявить для качества он не просто сам исполняет он получает пинки абсолютно от всех вот то же самое сейчас я хотел бы сказать о демпартии я вам хочу такой момент то что я сейчас внимательно слушал Борю и я хочу озвучить мысль которая у меня появилась неужели вы думаете что демпартии сидят лохи нет конечно давайте мы один аспект рассмотрим представьте себе все кто будет голосовать за представим себе что они проголосуют за одномандатную одномандатную систему выборов они же прекрасно понимают что это их последний предсмертный вздох в парламент они больше не попадут есть запасное колесо у демпартии конечно есть вы не забывайте что они всегда победу одерживали в регионах у них очень сильные команды и представители по республике на уровне примарей Федор более 50% примаров более 50% вы поняли о чем я сейчас говорю для них если это не пройдет то пройдет второй вариант потому что у них мощнейшие есть агитаторы примары которые готовы при любой системе которая будет принята неважно смешанная одномандатная они и при той и при той системе готовы преподнести демократам свои голоса не забывайте об этом и поэтому когда наши Владимир Николаевич усатый и другие партии сейчас подписали брачный союз я уверен что Владимир Николаевич со своими проголосует за смешанность он так часто меняет Владимир Николаевич я хочу ему дать должное я восхищаюсь он мудрейший сегодня по-моему из всех депутатов в парламенте он самый мудрый он играет настолько искусно и всегда если вы заметили у него всегда улыбка подколка но в последний момент он проголосует как надо поэтому не надо сейчас говорить о том что во всем виноваты демократы они там умные ребята кстати говоря я так думаю что на политическом поле при любом раскладе останутся две основные партии как в Америке останутся социалисты и останутся демократы вся остальная политическая шушера уйдет небытие вот попомните мое слово что я сейчас вам сказал вот я хотел слушая вас вспомнить еще такой момент сегодняшняя политическая ситуация в нашей стране это результат тех действий или контр действий которые предпринимались в избирательный период и вы же помните наверняка о том что как партия которая стала не парламентская призывала к тому чтобы рвать бюллетени и эта ситуация как одна из первых причин я прошу прощения если вы позволите я слушаю когда Усатова и когда он хает весь парламент сегодняшний который объединился в коалицию а кто главный скульптор сегодняшнего большинства я напомню господину Усатому 30 ноября 2014 года когда 50-60 тысяч бюллетней было испорчено 65 тысяч по чьему призыву его господин Усатый тогда не думал о стране он не думал о народе у меня такое ощущение что он договорился с нынешним альянсом и подарил им победу призвав людей испортить бюллетни друзья время конечное давайте каждому по минуте такой подведем итог в отношении сегодняшней инициативы инициативы президента на ваш взгляд чем она способна стать будущим нашей страны потому что она идет как миротворческая инициатива и президент через эту идею хочет объединить опять общество не разобщить думаю что в будущей шахматной политической игре Молдовы президент еще сыграет хорошую вот хорошую партию именно вот этими инициативами я считаю что в данной сложившейся политической ситуации президент Молдовы Игорь Николаевич Дадон предлагает правильное компромиссное решение которое устроит две основные части нашего общества смешанную избирательную систему посмотрим надо пробовать но она удовлетворяет и тех кто хочет выбрать своего кандидата лично и голосовать за личность и она удовлетворяет интересы тех кто хочет голосовать за конкретную политическую партию ее программу у человека есть эти две возможности и он эти две свои возможности опускает в один избирательный ящик теперь наша задача гражданского общества способствовать тому чтобы проконтролировать чтобы будущие парламентские выборы не были фальсифицированы ну я не люблю петь песни реферанды за последние 15 лет я увидел наконец-то президента молдавиниста впервые я вижу молодого энергичного доступного общительного энергичного то что он сегодня делает мы ошибки все совершаем но то что он сегодня упорно движется спрашивает общество консультируется и главной задачей он поставил консультировать общество я ему ставлю 10 баллов поэтому я как гражданин страны я его поддержу и буду поддерживать до последнего дня пока не увижу что он кого-то предал но я на сегодняшний день вижу хорошую перспективу у молдаван наконец-то у них появился лидер настоящий лидер молдаван спасибо вам за этот разговор думаю нашим зрителям также было интересно и в общем-то будем вместе со всеми нашими зрителями следить за тем как будут развиваться события на этом политическом фронте вы смотрели программу персональный акцент у нас в гостях был политолог Борис Шаповалов председатель общественной организации МОЛДОВа Федор Гелич и руководитель патриотического движения воевод Николай Всего доброго